В центре Самары сегодня тоже было горячо на проспекте Ленина. В Яму с кипятком провалились две машины. Внутри никого не было, так что водители не пострадали. ЧП произошло ранним утром из-за порыва теплотрассы. Последствия коммунального инцидента устраняли весь день. Кто возместит ущерб автомобильцам и что пошло не так у коммунальщиков? Виталий Портнов восстанавливал картину происшествия. Утро оказалось не совсем добрым. Земля буквально ушла из-под ног пешеходов и колес машин на стоянке. В Яму на проспекте Ленина после очередного порыва теплотрассы провалилось два автомобиля в кипяток. К счастью, никто не пострадал. Эти кадры, снятые очевидцами, облетели весь интернет. Провал на проспекте Ленина. В густой паре обеспокоены владельцы авто. Вечером оставили свои машины на парковке рядом с домом и никак не ожидали, что они будут купаться в кипятке на следующий день. Из окна дома своего у меня как раз выходят окна на стоянку. Увидели дым под машиной. Пока выбежали, образовалась промойна. И две машины ушли в эту яму. Если с двигателем что-нибудь случилось, то это большой ущерб будет. И как электроника поведет, тоже мы не знаем. Цвет был темный, теперь в белую полоску. Больше всего досталось второму авто. Под асфальт он провалился глубже. Александр Яшков признается, машину обычно ставит во дворе, но места не было. Решил оставить на ночь здесь, теперь подсчитывает ущерб. Мою больше всех затопило. Ну вот. Есть какие-то видимые повреждения на автомобиле? Бампер задний помялся. Боковую дверь, когда вытаскивали, помянутся. Салон затоплен. И порог погнули. И царапин на порог. Большая промойна образовалась из-за повреждения теплотрассы. Лопнула труба 1990 года прокладки. Ее диаметр 139 миллиметров. Сейчас водители готовят документы, чтобы возместить ущерб в полном объеме. С ответственность нашего предприятия перед третьими лицами, в соответствии со 116 федеральным законом, застрахована страховой компанией. На проспекте Ленина такое, кстати, происходит не впервые. Вот кадры пятилетней давности. 22 августа 2011-го сквозь землю практически на том же самом месте из-за аварии водовода провалилась иномарка. Тогда внутри оказался ее владелец. Мужчину-очевидца из огромной лужи вытащили, но он скончался в машине скорой помощи. В этот раз обошлось без жертв. Дома и без тепла и горячего водоснабжения не остались. Потребители были подключены к резервной схеме. Еще в 6 часов вечера на месте ЧП продолжались земляные работы. Заменить трубу и закончить сварку планируют к 8 вечера. А уже завтра будут восстанавливать покрытие дороги и тротуара. Италий Портнов, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.